Привет, я Ярослав Кабаладзе, эксперт номер один на федеральных каналах в сфере недвижимости. В этом выпуске я расскажу про скрытые расходы при покупке квартиры на вторичном рынке недвижимости. Многие пытаются сэкономить и выходят на рынок недвижимости без своего представителя. Как результат, вы не экономите, а попадаете на дополнительные расходы порядка 200 тысяч рублей. Это если вы покупаете самую простую квартиру, самую дешевую. Если это какой-то премиум вариант, то множьте свои расходы. Это будет очень полезный выпуск, который поможет сэкономить тем, кто его увидит, несколько сотен тысяч рублей. Поэтому ставьте лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Обязательно досмотрите это видео до конца, в нем я расскажу, за что вы можете не платить при покупке или продаже квартиры. Начнем с обязательных расходов. Первое – страховка жизни, здоровья и имущества. Этот вид страхования придется оплатить каждому, кто покупает квартиру в ипотеку. Без него вообще никак. Потому что банк не пропустит эту сделку, не согласует вам выдачу кредита или увеличит свою процентную ставку, что будет для вас точно невыгодно. Эта страховка делается в той страховой компании, которая аккредитована в том банке, где у вас выдается кредит. Ребят, ловите лайфхак. Как правило, каждый банк будет вам навязывать именно страховую своего банка. Но она будет от 20% и в обслуживании, и разовой оплате дороже, чем если это будет сторонняя страховая организация, аккредитованная в этом же банке. Поэтому просто запросите у банка список аккредитованных страховых компаний, пройдитесь по каждой, наберите, узнайте их тарифы, предварительно до сделки рассчитайте их. Второе. Госпошлина. Регистрация перехода права. Это обязательный расход, здесь вы не сможете на этом никак сэкономить, вы просто должны будете заплатить пару тысяч рублей. Ведь документы будут делаться именно на ваше имя и фамилию, поэтому и платить за это должен покупатель. Третье. Способ расчетов за квартиру. Аккредитив, ячейка и так далее. Это необходимый элемент каждой сделки. Важно, чтобы это было безопасно. В мешке не передашь, можно остаться без квартиры и без денег. Но бывает, что мы используем в сделках при передаче денег один, два или три способа. Если у вас несколько способов оплаты, то за один точно оплачивает покупатель, а за дополнительные к основному способу уже это вопрос переговоров. Сориентирую по стоимости. Аккредитив стоит порядка двух тысяч рублей. Что такое аккредитив? Это способ передачи денег в электронном виде. Мы со своего счета покупателя переводим на счет банка, и банк эти деньги переводит на счет продавца только после выполнения обязательных требований. А это переход, регистрация права на покупателя. И по предъявлению этих документов в банк, он исполнит свои обязательства по раскрытию аккредитива и переведет деньги на счет продавца. Второй способ передачи денег через ячейку. Как это бывает? Покупатель открывает ячейку в выбранном с продавцом банке, закладывает на его имя денежную сумму, ну, стоимость оплаты квартиры. И после того, как продавец предоставляет документы в банк о переходе права на покупателя, когда покупатель становится собственником квартиры, банк ему дает доступ в эту ячейку, и он забирает свои деньги. Есть еще третий способ – ЦНС или нотариальный аккредитив. Это очень похоже на классический способ аккредитива, но здесь стоит отметить, что это не классический аккредитив, а здесь для нас будет удобно то, что мы не пойдем после того, когда откроем аккредитив, в МФЦ подавать документы на регистрацию. Мы это можем сделать либо прямо у нотариуса, либо прямо в отделении банка. Это действительно становится удобным. Вернемся к расходам. Четвертое – банковские расходы. Здесь очень индивидуально, и в зависимости от банка там всегда будут свои тарифы на разные услуги. Что-то мы можем оптимизировать, за что-то все-таки заплатим. Помните, задача любого банка – заработать на каждом вашем действии в этой сделке. Есть перечень услуг, которые обязательны, а есть перечень услуг, от которых можно отказаться. Поэтому не дайте себя поиметь. Так как перечень этих расходов в каждом банке разный, я рекомендую обратиться к апотечному брокеру. Он конкретно знает, что подойдет именно в вашем случае. Разберет вашу ситуацию, он сэкономит вам время. Он знает, какие банковские расходы в каком банке есть, от чего можно избежать. Ну и, соответственно, зачастую он выходит дешевле, чем эти банковские расходы. Поэтому я рекомендую обратиться к апотечному брокеру. К примеру, у меня был такой случай в практике. Женщина и пэшница в декрете хотела взять 37 миллионов рублей. Ну как вы думаете, какой нормальный банк даст вам такой кредит? Если бы она в своей ситуации решила начать с популярных банков и получила бы в них отказ, то автоматом те банки, которые могли бы ей дать согласие на выгодных условиях, тоже бы ей выплюнули отказ. В той ситуации я отправил эту девушку к брокеру. И он, зная все ипотечные программы в каждом банке, подобрал для нее наилучшую программу с наилучшими тарифами. И с первого раза в течение трех дней она получила одобрение банка на покупку этой квартиры. Здорово же. Большинство из нас пользовались кредитами. Напишите в комментариях, в каком банке, под какие условия вы брали эти кредиты и где все-таки, как вы думаете, вас поимели. Пятое. Оценочный альбом. Что это такое? К примеру, вы покупаете квартиру за 10 миллионов, а у банка попросили 20. Ну, банк не глядит, дает вам 20 миллионов на покупку этой квартиры, а в будущем, через год или два, вы говорите, слушайте, ну я больше не могу платить эту ипотеку. Все, она меня достала. Забери эту банк-квартиру. Больше мы с тобой ничего друг другу не должны. В этом случае, что получается, банк забирает объект, который стоит 10 миллионов, по договору ипотечному стоимостью 20 миллионов. Выставляет ее на рынок, продает, дай бог, там за 8 миллионов, потому что для банка тоже важны сроки реализации этого объекта недвижимости. И таким образом он еще и в минусе 12 миллионов. Но это нереально. Для этого и существует альбом, чтобы банки могли страховать себя. И чтобы они не дали вам денег столько, сколько данный объект недвижимости не стоит. Ну, а теперь остальные расходы, которые непонятно кто должен платить. Как договоришься? Логика этих расходов такова, что если вы будете договариваться самостоятельно, то, скорее всего, за все заплатите вы. Если вы в сделку пригласите специалиста, то его работой будет договориться об оптимизации этих расходов и перекинуть ее на противоположную сторону. Первое. Авансовое соглашение. Стоимость его составления до 20 тысяч рублей. И непонятно, кто должен за это платить. Второе. Это сбор документов по квартире. Кто за это должен платить? Ну вот, по сути, для самой сделки нужен только договор купли-продажи, паспорт покупателя, паспорт продавца. В редких случаях согласие супруга на эту сделку. Все. Но если вы все-таки квартиру покупаете через ипотеку какого-нибудь банка, сам банк выставит вам дополнительный список документов, необходимых для проверки квартиры, для согласования покупки этой квартиры. Да и вообще, если вы хотите себя чувствовать безопасно, вы должны выдвинуть необходимый список документов по квартире, после изучения которого вам станет понятно, что она безопасна, и никто в будущем на нее не будет претендовать, и никто не разрушит эту сделку, и никто не отнимет ваш объект недвижимости уже когда вы его оплатите. Третье. Способ подачи документов на регистрацию. Это может сделать нотариус, это может сделать банк, это могут сделать бегунки, ну, можете и самостоятельно пойти подать его в МФЦ. Бегунки, то есть люди по доверенности, которые напрямую отнесут документы на регистрацию в Росреестр, тем самым будут ее контролировать. Это очень хороший инструмент. За подачу документов на регистрацию можно отвалить до 100 тысяч рублей. А вы представляете, если вы покупаете какую-нибудь коммунальную квартиру, там будет несколько лицевых счетов, это же уже получается не один договор купли-продажи. Чем больше лицевых счетов, чем больше собственников, тем больше договоров купли-продажи, тем больше переходов права. Ну, и выложите просто свои расходы на то количество собственников, что у вас есть. Если ты одну квартиру покупаешь, там два собственника, то у тебя расходов как на одну сделку. А если ты покупаешь бывшую коммунальную квартиру, там собственников будет 5-6 человек, и ты оплатишь как 5-6 регистрации переходов права. Это и госпошлина, это и составление договора купли-продажи, сколько их будет, один или пять. Четвертое. Альтернативная сделка. Это когда в сделках с недвижимостью участвует больше одного перехода права собственности. Ну, к примеру, продается и покупается одновременно две или три квартиры. В этом случае получается, что расходов на передачу денег возникает уже больше. То есть, если бы раньше вы, к примеру, передавали бы деньги один раз одному продавцу, то в таких сделках может получиться так, что форм передачи денег может оказаться и два, и три. И кто же за это будет платить? Ну, а как договориться? Пятое. Подсчет денег. В некоторых банках комиссия за подсчет денег составляет до 2% суммы. Как вам такой вообще расклад? Даже 0,2% от 100 миллионов – это выйдет кругленькая сумма. Есть способы дешевле. К примеру, счетную машинку заказать на сделку. Или снять эти деньги в день сделки из отделения банка. Там они уже будут посчитаны и проверены. Но кто за это будет платить? Всегда возникает этот вопрос. Пример, почему важно это делать. Если покупатель недобросовестный, а может быть и добросовестный, пришел на сделку, принес свою счетную машинку, принес наличку, заложил ее в ячейку, после сделки, после перехода права на покупателя, продавец возвращается в этот банк, забирает свои деньги, а там не деньги, а фантики. И тогда он оказывается в ситуации, где он без квартиры и с фантиками. Здесь я могу добавить, что вообще в целом механизмов по отъему денег в сделках с недвижимостью и махинаций, их множество. Ведь, наверное, все сталкивались с таким в свое время, когда вам валютчики меняют доллары и разрежут вам часть денег при подсчете. Вроде бы на глазах вам считали, и сумма была достаточной, она была правильной, а когда вы приходите домой или начинаете рассчитываться, или просто переподсчитали уже в другом от валютчика месте, там денег не хватает. Так может быть и при расчетах с квартирой. Вы тоже можете достать из ячейки не ту сумму, что вам заложили. Я вообще думаю записать отдельное видео, где я расскажу о том, как вы можете остаться без денег за проданную вами квартиру. Поэтому, если вам интересна эта тема, ставьте лайк под этим видео. Шестое. Нотариальное заявление от продавца о том, что квартира была куплена не в браке, или супруг согласен с ее продажей. Седьмое. Составление договора купли-продажи. Нотариус это может сделать от 10 тысяч рублей, может сделать и за 30, и за 50 тысяч рублей. В зависимости от того, что за форма сделки, и на какую услугу вы к нему зашли. Риелтор же сделает это для вас бесплатно, так как это уже входит в стоимость услуг. Восьмое. Кто будет платить за вывоз вещей? К примеру, вы купили какую-то квартиру на вторичном рынке, где полно брахла, и вы об этом не договорились, не внесли это в договор как пунктом его выполнения, и когда прошла сделка, вы заходите в квартиру, будучи уверенным, что бывшие собственники забрали все свое бракло с собой, а нет, подарок. Это теперь вы будете его возить за свой счет. Риелтор договаривается о таких пунктах заранее и вставляет их еще в тот первый, помните, авансовый договор. Девятое. Сбор архивных документов по квартире. Если вкратце, это нужно для проверки квартиры. В одном из прошлых видео я подробно рассказывал об этом. Ссылку оставлю в описании. Десятое. Кто платит за клининг? Ну тоже, да, неприятно будет, если вы купите квартиру с хорошим ремонтом, приезжаете туда, а она полностью грязная. А еще, если у собственника была кошечка или собачка, и она в каждой комнате оставила по подарочку, тоже будет неприятно. Ну а если вам предстоит сделка, и вы хотите сэкономить время, деньги и нервы, то переходите ко мне на сайт, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся. С вами был Ярослав Кабаладзе. Подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. В нем я расскажу, как выбрать район для покупки квартиры.